Друзья мои, я выступаю за честность. Я ни в коем случае не поддерживаю те выборы, которые, так называемые выборы, которые провел Лукашенко. Я внимательно смотрю за тем, что происходит в Белоруссии, но я за честность с обеих сторон. Поэтому вот меня всколыхнула вот такая публикация на канале Нехта, где написано, что белорусы беднеют с каждым днем нахождения узурпатора у власти. Ну, вероятно, это так. В августе из-за девальвации рубля средняя зарплата в стране сократилась до 511 долларов. Это при том, что две трети белорусов не видят даже таких денег. Согласен. В долларовом выражении зарплаты и дальше будут ползти вниз. Согласен. С августа рубль потерял еще как минимум 10 копеек и будет терять и дальше. Пока таракан уже больше 10 лет обещает заветные по 500 в соседних странах, зарплаты медленно, но верно приближаются к западноевропейским уровням. Так, в Польше и Литве средняя зарплата составляет 1294 и 1611 долларов соответственно. А какие там цены, каждый белорус знает не хуже нашего? Давайте разберемся. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Вот насчет зарплат. То же самое касается и нас, и россиян, у нас примерно такая же ситуация, наверное, как и может быть в Белоруссии. Поэтому я предлагаю сейчас разобраться немножечко и давайте сделаем так, чтобы наша зарплата была, ну скажем, тысяча там с лишним долларов. Итак, смотрите. Исходная ситуация. Вот у нас сейчас 500 долларов и мы хотим поднять нашу зарплату. Но просто так ведь ничего не делается, поэтому давайте будем поднимать нашу зарплату до европейских уровней. Вот. Будем жить по-европейски. Итак, у нас было 500 долларов и мы как-то существуем. С трудом, но нам это удается. Давайте поднимем зарплату на 300 долларов. Шикарно? Шикарно. Теперь давайте, значит, следующий вопрос. Пенсия тоже должна быть хорошая, не так ли? Поэтому, значит, смотрите, условием получения работы будет следующее. Будет участие в страховании, в накопительном страховании, которое будет идти на пенсию через независимые пенсионные фонды. Потому что та пенсия, которую обеспечивает государство, это вот, ну, те несчастные там 100 долларов, это совсем не то, что требуется. И поэтому можно повысить зарплату, но при этом, значит, условием получения этой зарплаты будет отчисление денег людьми в независимые пенсионные фонды. А независимые пенсионные фонды будут это дело инвестировать, ну, в экономику туда же. Вот. То есть, значит, здесь пишем пенсия. Независимые пенсионные фонды. Она вроде бы добровольная, но если вы не страхуетесь, то вы не получаете зарплату. То есть, это условие такое. Вот. Ну, так сделано. Теперь дальше, смотрите. Ну, мы привыкли, что, ну, как бы мы надеемся, что ничего ведь не изменится. Мы, как получали 500 долларов, стали получать 1000 долларов, но при этом будем платить ровно столько же за квартиру, будем платить ровно столько же за электричество, ровно столько же за бензин. Не так ли? Вот. Ну, вы понимаете, что этого не будет. Поэтому сейчас, если вы платите, скажем, за квартиру там, ну, в районе там, ну, меньше 100 долларов, все-таки, я так понимаю, вот, то будете платить 250, как в Европе. Так, значит, сейчас, скажем, ну, пусть будет 100, стали 250. Значит, соответственно, 150 долларов добавляем к нашей зарплате. Вот. Но при этом мы их платим за, как вы понимаете. То есть это 150 долларов мы добавляем, но при этом эти 150 долларов будут уходить за квартплату. Хорошо? Хорошо. То есть это коммуналка у нас увеличилась. Теперь дальше. Ну, мы продолжаем ездить на бензине, но бензин при этом, если вы, как бы, не знали, бензин в Европе стоит несколько дороже. А дороже он стоит примерно в два раза. Ну, не в два, ну, в полтора-то уж точно. То есть те, кто ездил, они почему-то, ну, компал, вот, канал Nechta Live не намекает, что бензин, скажем, в Польше стоит 1,3 евро в той же Польше. Я думаю, что в Литве так же. Вот. Так что давайте-ка добавим на бензин расходы. Ну, в среднем мы же будем ездить на машине, мы же хотим сохранить прежний уровень, поэтому на бензин мы добавляем еще, ну, я бы добавил 200, например, евро. Вот. Ну, и, в общем-то, вы знаете, все-таки, да, это бензин 200 евро, ну, там транспорт еще есть, согласитесь, есть еще какие-то расходы, ну, 50 евро прочее. Расходы у нас добавятся. Вот так вот. 50 евро у нас добавится расходов. Ну, и, соответственно, надо сказать, вот зарплата такая появляется. Итого, смотрите, какая у нас зарплата стала. 500 плюс 300 – 800, плюс 200 – это 1000 долларов, и плюс еще 200. Итого у нас зарплата 1200 долларов. То есть была у нас зарплата 500, стала 1200 долларов, но живем мы по-прежнему на 500 долларов. То есть вот мы тратим на продукты, значит, там на, ну, то есть вот это все это добавилось. То есть 700 долларов прибавилось, 700 долларов ушли. Откуда прибавились вот эти 700 долларов? Откуда берется вообще зарплата? Давайте рассудим теперь вот эту вещь. Откуда берется зарплата? А зарплата берется не просто так. Друзья мои, зарплату нам выплачивают. А выплачивают нам зарплату из фонда заработной платы. Смотрите, рисуем. Вот фонд заработной платы наше предприятие нам выплачивает, не так ли? Ну, вот такое вот. Вот смотрите, вот это выручка предприятия. Выручка предприятия. У предприятия, я сам как директор, я работал, я могу сказать, что у предприятия где-то вот такая доля идет на материалы и на, ну, расходные материалы, грубо говоря. Материалы для производства. То есть, ну, комплектующие и так далее, и так далее, и так далее. И есть фонд заработной платы у предприятия. Рисуем фонд заработной платы. Так. Вот он примерно такой. Рисуем. Понятно, что здесь у каждого свое есть. Фонд заработной платы. Ф, З, П. Вот, ну, есть еще налоги, вы знаете, у каждого предприятия платят налоги. От этого никуда не денешься. Вот. Они не такие большие, как многие кричат. Вот. Ну, предположим, вот так вот. Вот. И все остальное вроде бы прибыль. Прибыль, если она есть. Вот. Но, друзья мои, куда идет прибыль, во-первых? Ну, прибыль идет у предприятия для того, чтобы развиваться. Прибыль идет у предприятия для того, чтобы покупать новое оборудование. То есть, ну, я просто обхожу это слово, потому что бухгалтера меня тут же сейчас забьют. Прибыль идет, ну, как бы, большая часть прибыли идет на амортизацию. То есть, смотрите, есть, скажем, оборудование у предприятия, которое стареет. И предприятие, когда покупает там новые станки, значит, эти станки, значит, закладывается какая-то амортизация. Через там, ну, буквально пять лет станок устаревает, его надо покупать новый. Это надо заложить в прибыль, если мы хотим покупать станок из прибыли. Вот. То есть, ну, я это называл у себя, когда вот я работал, да, амортизация. Амортизация. То есть, надо накопить на новый станок, на новый принтер, там, на новый. Ну, принтер у меня, например, там, ну, сейчас оборудование очень быстро стареет. Например, ну, цифровая печать. Ну, каждые два года покупай новую. Вот так вот. Ну, потому что, потому что вот так. Потому что расходы на ее содержание старой становятся уже соизмеримыми с покупкой нового. И просто выбрасываешь, там, так сказать, ну, еще не изношенный станок, но там начинают уже расходные материалы столько дорого, так сказать, на замену, что надо покупать новый. Ну, вот так вот. Теперь смотрите, вот у нас было 500 долларов фонд заработной платы, из фонда заработной платы мы платили 500. Теперь мы платим из фонда заработной платы. Все вот эти деньги, они берутся не откуда-нибудь, они из фонда заработной платы. То есть, фонд заработной платы у нас увеличивается. За счет чего он увеличивается? Материалы, они станут только дороже. Потому что, ну, сейчас мы это увидим. Ну, вот, налоги, ну, в общем, доля налогов не уменьшится, ну, никак. Значит, у нас уменьшается, во-первых, прибыль, вот, а во-вторых, за счет чего мы можем увеличить вот это дело? А можем мы ее увеличить только за счет следующего. Мы берем и... Вот она вот, сейчас секундочку, значит, вот так вот я нарисую. Выручка. То есть, мы продаем свои продукты и... Не получается у меня. Значит, будет вот так. Выручка. Вот, мы... За счет чего мы можем увеличить фонд заработной платы? Ну, прибыль мы немножечко можем сократить, но не сильно, потому что нам надо покупать оборудование. Мы можем увеличить... Что? Цену. Давайте, значит, я... Небольшое отступление. Я иду, например, в свою пятерочку, захожу и вижу, что, смотрите, есть, скажем, творожки. Савушкин продукт белорусского производства, он стоит 29 рублей в пятерочке вот у нас, да? А точно такой же, примерно, по качеству продукт от компании Danone, французской, которая построила фабрику в Воскресенске у нас, да, в Воскресенске, по-моему, в районе Воскресенска. Он стоит, сколько там, 49 рублей, понимаете? Вот 29 и 49, ну, 50 и 30 рублей, понимаете, да? То есть белорусский творожок стоит дешевле, я покупаю белорусский творожок, он очень хороший, он очень высокого качества, здесь без дураков. Вот, за счет чего белорусы будут получать больше зарплаты. Ну, они могут повысить стоимость вот этого Савушкина продукта. Насколько? Ну, сильно не разгонишься. У них был 30 рублей, ну, предположим, будет 40 рублей. Значит, насколько он повысится? Там на 40 поделить на 30, господи, ну, на 30 процентов. 500 умножаем на 30, получается 600. То есть мы компенсировали за счет поднятия выручки, мы компенсировали, но какую-то долю мы компенсировали на самом деле. То есть вот вы понимаете, что фонд заработной платы выручки все-таки занимает не 100 процентов, а, ну, скажем, процентов там 25, ну, 20-30 процентов, не больше. Вот, поэтому, значит, за счет выручки мы что-то компенсируем, но при этом, смотрите, я уже начинаю смотреть и думать, ну, блин, что я буду покупать, скажем, ну, какая мне разница, буду покупать Савушкин или, значит, Данон. Ну, в общем-то, доля Савушкина продукта будет снижаться. То есть, смотрите, мы повышаем зарплаты за счет того, что мы повышаем стоимость нашей продукции. Но, посмотрите, Савушкин продукт, вот, недавно там Лукашенко приезжал и говорят, что на Савушкином продукте работает, там, ну, скажем, что-то промелькнуло 1800 человек. Я подозреваю, что в воскресенье на фабрике Данон работает, ну, человек 500. В 3 снижнем раза меньше людей. Производит ту же самую продукцию в таком же объеме примерно. Наверное. Ну, то есть, я не представляю, но вот примерно, да, речь идет о следующем, о производительности труда. То есть, получается, что люди, которые производят, скажем, 500 человек, одно предприятие производит вот такой объем продукции и платит зарплату 500 человекам. А другое точно такой же объем платит, выпускает, но при этом, значит, должно платить зарплату для 1800 человек. Способна она заплатить такое? Нет. Поэтому, значит, за счет чего мы повысим эту зарплату? Вот эту. За счет того, что мы вот этот фонд заработной платы распределим на меньшее количество людей. Если вы не поняли, то надо людей уволить. Элементарно. То есть, мы берем, значит, немножечко поднимаем, значит, насколько можем, и остальных увольняем. У нас доля зарплаты в конечном продукте уменьшилась, но сама выручка тоже уменьшилась, потому что нашу продукцию стали меньше брать. Давайте мы еще это немножечко увеличим. И будем ли мы конкурентоспособны с компанией Danone? Это очень большой вопрос. Почему? Потому что для того, чтобы удерживать уровень конкуренции, мы должны удерживать уровень производительности труда. Для того, чтобы поддерживать уровень производительности труда, у нас должно быть оборудование ничуть не хуже, чем у конкурентов, а лучше. И оно должно давать более низкую себестоимость. А откуда она возьмется? Себестоимость берется из материалов, из фонда заработной платы. Ну, налоги и прибыль – это уже вещь второстепенная. Материалы у нас подорожают, потому что все остальные наши поставщики точно так же будут поднимать свои цены, потому что им тоже надо повышать фонд заработной платы. И поэтому, значит, те предприятия, у которых вот эта вот прибыль, доля прибыли и без того не очень большая, они начинают что? Потихонечку банкротиться, закрываться. Ну, тот же самый трактор, например, да, белорусский. Шикарные белорусские трактора, они продаются в Африке. И, значит, давайте позвоним в Африку и скажем, друзья мои, кенийцы, или там кто, мы решили для вас повысить отпускные цены на трактора белорусские. Потому что мы решили, что мы поднимем нашим рабочим белорусским зарплату, а вы за это заплатите. Вот, ну, что скажут наши кенийские друзья? Они скажут, а не пошли бы вы в задницу? Вот, поэтому, значит, и белорусские трактора тоже начнут потихонечку, ну, грубо говоря, разоряться, потому что они не очень конкурентоспособны. Вот об этом речь и идет. Вот, то есть, смотрите, если мы хотим повысить зарплату, это очень легко сделать, но, значит, мы должны, первое, увольнять рабочих, закрывать нерентабельные предприятия. Вот, ну, когда мы начинаем увольнять рабочих, рабочий говорит, не-не-не-не-не, подождите, мы, в общем-то, сказать, это самое, ну, давайте без фанатизма, давайте. Мы согласны уже не на 1200, а на 1000, на 1000, вот, но при этом, значит, вот эти вот цены, ну, прочие, значит, ну, уровень цен не изменится, вы понимаете, да? Вот, который мы платим, да, уровень бензина не изменится, потому что вот он такой. За квартплату тоже ничего не снизится. Вот, за пенсию, да, немножечко снизится, но, короче говоря, за счет чего мы можем пожертвовать? А мы можем пожертвовать вот за счет вот этого. Мы можем взять и вот это вот взять, вот так вот, хопа, зачеркнуть и здесь поставить 300, например, да? Вот. И вот здесь вот мы зачеркнем и поставим 200. Итого у нас получается 300 плюс 200 – 500, плюс 400 – 900. То есть мы согласны на 900, но при этом мы живем как в Европе, но при этом, значит, мы тратили на повседневные расходы 500, а стали платить 300. Вы все еще хотите, чтобы у вас зарплата была 1200 или 900 долларов? Подумайте. Есть тема для размышления, и поэтому я считаю, что надо быть до конца честным. Если вы хотите, чтобы белорусы жили как в Польше или как в Литве, но закройте, как литовцы, большую часть предприятия. Вы видели белорусское молоко? Видели. А вы видели литовское молоко? Вот когда Литва была в Советском Союзе, литовские продукты, литовские сыры были повсюду. Сейчас их нет. Почему? Потому что они нахрен не нужны в Европе. Вот почему. Но зато литовцы покупают сыры другого производства, французские, например. Ну и так далее. То есть, смотрите, здесь же вопрос, чем мы будем платить, понимаете? И вопрос становится элементарный. Что для России, что Белоруссии? И, друзья мои, для того, чтобы лучше жить, надо лучше работать. Вот. И если мы хотим добиться лучшей жизни, если мы хотим добиться лучшей жизни, то надо не врать ни с той, ни с другой стороны. Лукашенко, ну, конечно, так сказать, колоссально подтасовал выборы. И здесь, ну, он не прав просто. Вот. Ну, он делал то, что мог, но, извините, вот, его время ушло. Вот. Но, друзья мои, завоевывать популярность вот такими вот заявлениями о том, как давайте мы повысим зарплату белорусам и умалчивать о том, чем придется за это заплатить, но тоже не до конца правильно. Поэтому, ну, единственный выход для того, чтобы повысить зарплату, надо просто взять, засучить рукава и получше работать. Если вы не согласны со мной, напишите, в чем вы не согласны. Сейчас лайк. И до встречи. Оставайтесь на моем канале. С вами был Демитков Юрий. Оставайтесь на моем канале.